Дарья и Андрея Каждый вечер я засыпала с думкой, что сейчас к нам ворвутся молодцы. Молодцы, маленькие дети. И вот нас головой пол положить, маленького заберут. Прасполитичный пераслед артысты и активисты были вымушены приехать в Польшу, где Андрей, актор Республиканского театра белорусской драматургии, был вымушен работать в доставке ежи, чтобы обеспечить свою семью. Просто мне их нужно есть, правильно? И так, да, мне интересно было по якости режиссера себе попробовать. И дякуючи нашей программе и белорусскому дому в Варшаве, який отгукнулся на наше выданне про артистов, Ягона Эмара здействовалася. Россия. Обычная российская квартира. Мужчина перед телевизором. О, бля, наконец-то, красавчик! Пускай теперь эти хохлы ответят за убийство детей на Донбассе! А у меня в уголе белорусский пашпорт. Я переехал сюда в конце 20-го. Меня сдремали на митингу, и как только вызволили, я переехал в Киев. Ну, бачите, я вся заплаканная. Я просто не чекала. Не чекала такие эмоционные эмоции от себе самой. До глубины души. До глубины души усё. Пастановка, слова, текст. Я думаю, что вот этот спектакль – это хинтэсэнса и усяго, что мы переживаем кожный день. И мы, может быть, с 24 лютого в этом жием и варимся. Теперь у меня посетили корню волос на голове. Я помню, как бабушка рассказывала, что когда фашисты приходили в их село, у неё была длинная, красивая коса. А когда мы не уходили, ей было уже 17 лет, она была почти седая. Ну, я проплакала вельми шмат. И конец в уголе вырвал мне в сердце, он выкинул моё сердце. Я хотела не глядеть её, ведучи, что может быть. И это отбылося. Как твоё в уголе уражение после первой такой премьеры? Я пока не зрозумел. Широ, кажется. Ну, это же всё переварить треба. Но так само я вельми спадзюси на то, что будет некий далейший шлях в этой праце. И не только чытка, я спадзюси. А мы тую червому калину поднимемо, а мы нашу славную Украину, гей-гей, развеселемо. Россия. Мужчина сидит перед телевизором. Молчит. Мой персонаж, головный отмолвный и один отмолвный персонаж в этой песне. Звучайный российский обыватель. Это одно, что мы можем говорить об этом, доносить до людей, что отбывается. И доносить до людей то, что мы подшиваем. Война – это брыдота. И войны не потребна никому. Тату, иди нахуй со своими русскими солдатами. Спочатку вот жах, истерия, якая перерастая у рчаисность, у такую принятие, разумение и спроба боротьбы с этими обстоятельствами. И надворот у этого российца от… От с**ка красавца. Да. А где мой сын? День победы! День победы! Что ты переживаешь? У всего некий невеличкий промежек часа. Это допомогает. У все наши вот эти эмоции, которые есть, выплеснуть, и после того, что отбывается, относится больше адекватно. Когда вышла наша первая программа про Андрея и Дарью, руководители белорусского дома, увидев ее, предлагали свою допомогу. Как только мы доведалися про потребу акторов, белорусских акторов, мы одразу отгукнулись, представили им наше помешкание по улице Крынична 6, потому что мы имеем великую простору, которая доступна для всех белорусов. Мы допомогли материально, так само дали помешкание для репетиции. А так само вельми зручно было тое, что в белорусском доме вместится мобилизационный центр для помоги белорусскому батальону, уже который стал полком от недавнего времени имя Кастуся Калиновского, и которым смогли скрыстаться реальными реквизитами, которые в худшем времени поедут в Киев до батальона и представить их в виде реквизита во время пьесы. Дякую белорусскому дому за махчымасть. Дякую велике автору, який это все собрал и оформил. И, ну конечно, Валеринашка, в программе, ну конечно, за махчымасть освещения неких падей, неких махчымастей. Вот, конечно, шире дякую. Вот, у тебя сейчас я видела живот, правильно пошел. А пошним разом, когда я была на творческой резиденции в доме творцев, зашла разговор про тебя и мне рассказывали про тебя, как про наивеликшую зорку белорусской эмиграции. Ты так само и с детьми музычную школу ведешь и займаешься зими. Расскажи вогулі, как изменилась эта ситуация после того, как началась война в Украине. Началось это с того, что мне сразу было набрано две группы хору. Самое главное, что мы с усими детьми уже нашли консенсус. Агульную мову, так, нас что-то объедновало. Классно, 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 потом война, бах, и все. И половина в Украину сразу не перестала ходить. Но это белорусы все были, так, в Украине? Украинцы были. И белорусы. Украинцы и белорусы у меня были. И вот трое украинцев ушло, потом ушла еще девчина. И воволь у меня остались один-два в Украине в старшей группе, один-два в Украине в молодшем. Вот сегодня мы занимались с девчиной, которая хочет научиться оперному пению. И я с ней занимаюсь оперой. Но, вероятно, ты маешь в планах протягивать эту деятельность и набирать полновартов на деток в новый набор, в музыкальную школу? Я, конечно, жадаю, и у меня есть это в планах. Но мы сейчас не можем быть не очень выполнены. Я не буду зараз сказать, что это будет... Хотелось бы. Хотелось бы так. Если вы хотите поддерживать других наших героев или героев этой программы, чтобы этот спектакль увидели еще много людей, если вы имеете такие контакты, такие связи, листуйте до нас. Это можно сделать из любого пункта света. Публично и анонимно. И помните. Белорус белорусу и белорус украинцу. Любов, поддержка и победа. Где мы вместе, там правда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова